Всем привет, друзья! У нас на участке есть вот такой сарай. Вроде бы неплохой, хороший, добротный, но он облицован вот такой вот глиной, что нам, если честно, не очень нравится. И вот я подумала, а что если сбить вот эту всю глину отсюда, сбить и оставить кирпич? Его, в свою очередь, хорошенько зачистить и покрыть, ну, к примеру, морилкой. Вот здесь мы сделали уже эксперимент, вот такой небольшой кусочек. Очень красивый получается цвет. Так что есть такая идея облагородить старый сарай. Что из этого получится, вы увидите в этом видео. Я взяла самый обычный шпатель, и вот оно все так, собственно говоря, хорошо отходит. Все эти старые куски глины отлетают. Все оказалось не так легко, как казалось вначале. Сил приложено очень много, но мы уже двигаемся к завершающему этапу. Сейчас мы доделываем эту стену, потом щетками будем ее хорошенько затирать, зачищать. После этого, я думаю, мы еще ее будем мыть со шланга. При зачистке было так много пыли, и сейчас вот шлангом я просто ее как бы смываю. Стенка, конечно, становится гораздо чище, моментально причем. Часть сарая мы сделали сегодня. На это ушло около трех часов. Остальную часть мы уже будем делать завтра. За ночь стена хорошо просохла, и сейчас для сравнения я хочу покрыть ее морилкой. Вот такая, кстати, морилка, которой мы покрывали вот эти вот планочки в беседке. И сейчас будем покрывать здесь. Кстати, цвет этой морилки называется бук. Ну, мы видим уже первый результат. Цвет стал такой насыщенный, кирпичный. И я думаю, что в целом это, вот, вот такая морилка поменяет картину. Будет очень красиво. Красиво. Вот, давай, вот, готовый красивый результат. Показали это тоже вон, вот такая саная. Да, мы обедем, да, сегодня. И сробуем так и саную. Отлично. Молодцы, просто молодцы. Дуже красиво сробуем. Да, спасибо. Ну что, я закончила вот эту стену. Цвет получился, мне кажется, очень красивый. Как я уже говорила ранее, кирпичный. Сейчас еще покрашу эту, но не в этом дело. Мы практически уже отбили эту стену. Но, как обычно бывает вот в таких вот проектах, нарисовался такой снежданчик. Образовалась здесь вот такая вот штучка. Это здесь была, мы так понимаем, раньше дверь. И ее здесь, естественно, залепили, замазали. И теперь, я думаю, мы будем возвращать ее на место. Сделаем здесь из досок дверь. Темно-серый цвет будет у этих досок. Мы покрасим ее в темно-серый цвет. И, я думаю, как-то обыграем какими-то вазонами кашпо. Ну, в конечном результате, думаю, получится хорошо. Итак, мы решили обыграть эту дверь вот таким образом. Муж забил уже ее досками. Как бы сделали вот такую нишу. И как раз в эту нишу прекрасно становятся вот такие вазоны. Я купила их в магазине. Они идеально становятся. Их будет здесь два с живыми цветами, которые я сейчас буду сюда высаживать. Но предварительно я покрашу эту нишу и вот эти все доски в серый цвет. Сочетание цветов беспроигрышное. Я уже покрасила эту дверь, эту нишу. А также я покрасила вот эту основную дверь, которая, собственно говоря, функционирует. А еще вот с этими вазонами шли вот такие крепежи. Они очень хорошо совпали прям в тон с этой краской. И даже я успела высадить уже один цветок. Мне кажется, очень прикольный. Мы уже его поставили. Сейчас посажу второй цветочек. И мы его уже установим вот на это место. И сейчас я пересаживаю второй вазон. Это вот такое растение. Я не помню, как оно называется. Красивые будут свисать вот такие вот лианы вниз. Мне кажется, будет очень красиво. Я не хочу. Я не хочу. вот здесь Ну вот, собственно говоря, и все. Вот такой у нас получился сарай. И последние штрихи – это красивые подвесные кашпо своей любимой петуньей. Мы практически ничего не потратили на преображение нашего старого сарая, а получилось очень интересно. Если такое видео вам зашло, если оно по душе, ставьте лайк и пишите обязательно свои комментарии. Ну а мы с вами увидимся уже в следующем видео. Пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok